Аплодисменты Была такая мощная харизма Представили Пугачёва с харизмой? Харя после катаклизма Еще одна фраза из сочинения Я горжусь Петром Первым, потому что он боролся с фашизмом Западная реформа образования Представляете, оболванивание идет, да? Чацкий это тот, который торчал в чатах Вот мальчонка из пятого класса порадовал Мой любимый балет, готовы? Балет Просто щелкунчик Ну, автор, вы поняли, Боря Моисеев Не, не, он играть должен щелкунчика, Бориска Есенин, ясный перец тот, который играл Сашу Белого Александр Второй разрешил всем зэкам Зэкам, Александр Второй Знаете, что разрешил? Провести эпиляцию Зэки с побритыми ногами Нормально? Бедное наше поколение, воспитанное западными идеалами А мальчонка пришел к моей знакомой Не мальчонка, десятиклассник Пришел к моей знакомой библиотекарше В библиотеку и попросил Мы проходили роман Горького Могли бы вы мне его дать? Вот этот вот Старуха Баскервилей Не дай бог ночью персонаж приснится Главный из этого романа На более всего Жалоб Даже не на западную реформу И вот это особенно трогательно Более всего жалоб в этих письмах На то, как русский язык стал мусорником Куда происходит слив Слов уродов Ну, я давно об этом Я давно замечал это явление Я несколько раз уже говорил по телевидению О том, как русские люди Стали почему-то считать Считать признаком крутизны Говорить окей Это так смешно Когда наш тело говорит Окей Знаете, как приехал лимузин Свадьба была Где-то в пятихатке В деревне украинской И заказали лимузин С водителем, который говорил окей Фрак А водитель вышел покурить У него фрак сверху А снизу шаровары Надеты вот Пузырящиеся в коленках Но он окей говорит Вау А на Украине вообще смешно говорят Окей Окей же ж Вау же ж Не уже ж проблем ж Струшенцы Ровесницы революции Причем не октябрьской А французской И мне как-то выдала фразу Я взяла авоську И пошла на маркет У девчонки В школе, где я учился Там самодельный коллектив Есть в Риге Я спрашиваю Кого ты играешь В спектакле Ромео и Джульетта Она говорит Главного лузера Джульетта Джульетта не знала Что она главный лузер На Украине вообще Слово бог Стали произносить По-американски Они считают Что это совсем Наивысший признак Крутизны А по-американски Вы же знаете как Получается О Мой Гад Это О мой бог В переводе означает В церкви Стоит Такая женщина Разговаривает с батюшкой Батюшка ей что-то Шепчет на ухо Она ему говорит Окей батюшка Все так сделаю Аминь А Больше всего Засоряют русскую речь Знаете кто интересный Даже не мужчины Женщины Такие называемые Бизнес-леди И вот одна такая Бизнес-леди Разговаривает с другой В одном из бутиков А Во время католического Рождества Повторяю Рождества И говорит той Христос воскресе Так говорит Ва? Вы представляете, какими уродами мы выглядим, когда вот это всё мы говорим? Наконец, какие я видел слова, разбросанные по всей России. Магазин в одном из сибирских городов называется Шопчик. На Алтае лесное хозяйство называется Топлес. Топлес, лесорубы без лифчиков ходят. В Харькове пиццерия. Две пиццы дают в одни руки, если одну закажешь. Называется ТУ-ПИЦА. Название кириллицей написано. В Москве на двери пиццерии срочно требуется повар ПИЦУЛЯН. Это не повар, это урод. Ой, а это бутерброд лежит. Бутерброд в Новокузнецке. В Новокузнецке забрались слова уроды. Ну, бутерброд называется на ценнике МАК-ХРЯК. Я не знаю от Саити какого Мака с каким хряком это родилось. В Тюмени бутерброд ценник ТЮМЕНЬБУРГЕР. Неподалеку от Комсомольска на Амуре. Поселок, сельский магазин. Знаете, как они? Даже не киоск, а архитектурный выкидыш. Сверху написано СУПЕРСИЛЬПО. Одна учительница написала в письме, что вы обижаетесь на детей учителя, уже не все значения слов современных знают. Учительница литературы спросила у учеников, кто бы хотел какую профессию выбрать. В жизни один ученик решил приколоться, сказал, я мечтаю стать патологоанатомом. Она сказала, вот и хорошо, все будем у тебя лечиться. Запоминайте и вы, телезрители, это западная реформа образования. Не говоря уже о том, что книжки вот, какие пишутся в наше время. Я купил книжку, я не мог ее не купить, потому что она называлась «Счастье как фелицитарный синдром». Вы вообще думали о том, что такое счастье? Вот это что такое? Это фелицитарный синдром. Я ее прочитал до половины, больше меня не хватило. Я дочитал вот до этой фразы, думаю, вот эту фразу я выписываю и зачитываю зрителям, чтобы они знали, что их ждет впереди. «Счастье есть многомерное интегративно-ментальное образование, включающее интеллектуально-обще-аксиологическую оценку в форме удовлетворения». Я из этих слов знаю только одно – удовлетворение. Ну, нормальное явление. Представляете, жених невести говорит, нас с тобой ждет и вот это вот зачитывает. Брачная ночь испорчена практически. Забракованная будет брачная ночь. Но больше всего меня бесят политологи. И недаром их в народе называют политолухи. Ну что же они несут? По телевидению. Милая девушка берет интервью нашего известного политолога и спрашивает нормально, когда по-вашему повысят зарплаты бюджетникам? Зачитываю, что он ей отвечает. Совершенно серьезно говорит. Индексация финансовых сегрегенций зависит от латент-адекватных мажоритарных обструкций. Она так на него смотрит, мол, вы всерьез вот это вот все сейчас? А он, не понимая ее иронии, продолжает. Поэтому, как вы понимаете, из вышесказанного нельзя инфицировать амбивалентные инновации коррелирующего мониторинга. Я даже произнести это не могу. У этой девушки были глаза лошади Мюнхгаузена, когда тот на ядре полетел. Мне казалось, она хочет ему задать... Нет, даже не она. Я хотел ему задать вопрос. Как вас звать? С точки зрения западного анус-лизинга. Аплодисменты.